Международные армейские игры объявлены открытыми. Эти соревнования объединили военных больше 30 стран. В этой программе расскажем, какой конкурс прошел на полигоне под Москвой и для чего военные повара Казахстана повезли на соревнования в Канину. В этом году армейские игры организованы в четвертый раз. Их торжественное открытие прошло 28 июля на учебно-тренировочной базе Алабина Московской области. В этот же день стартовали конкурсы соревнований. Отметим, что игры одновременно проходят на 24 полигонах семи стран мира. С каждым годом растут ряды участников игр. Увеличивается географический охват, усложняется программа. Но неизменным остается одно – дух мужества, благородства, товарищества и взаимовыручки, который царит на импровизированных полях сражений. В этом году в поединках сойдутся 200 команд из 33 стран. Лучшие военные специалисты покажут свою выучку в 28 конкурсах, которые пройдут на территории семи государств. В рамках международных армейских игр предусмотрены соревнования, которые пройдут на суше, в воздухе и на воде. Всего 28 конкурсов. В армейских международных играх принимают участие 189 команд из 32 стран, представляющих Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америку. 17 иностранных государств направили своих наблюдателей. Шесть стран принимают участие впервые. Это Алжир, Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Судан и Филиппины. Самые представительные команды выставили Китай, Иран, Казахстан и Белоруссия. Вооруженные силы участвуют в 15 конкурсах. В одном из них, как наблюдатели, до глубины Ирана, как наблюдатели участвуем. В России участвуем в семи конкурсах. Это танковый биатлон, полевая бухня, здесь Валабина. Затем авиадарц, артистик войсковой разведки, Эльбургское кольцо, военно-медицинская эстафета. И участвуем в Азербайджане на конкурсе «Кубок моря». Это конкурс по морской улочке. Китайская народная республика «Суворовский натиск». В Армении воин-содружество. В Белоруссии снайперский рубеж. В Казахстане мы проводим три конкурса «Мастер артистического огня», «Уверенный прием» и «Конкурс исповедательных аппаратов». У нас принимает участие 12 государств, 18 команд. Более 300 человек из различных государств. Команды-участницы армейских международных игр 2018 разыграют 1067 комплектов медалей. Для награждения подготовлены 28 переходящих кубков. Казахстанские военнослужащие будут соревноваться в 14 конкурсах из 28. Подготовку и отбор личного состава на конкурсы мы проводили в четыре этапа. На первом этапе проводили в масштабе бригада полк. На втором этапе – оригинального командования. На третьем этапе – в масштабе вида вооруженных сил. На четвертом этапе – в вооруженных силах. Я уже сказал, что мы участвуем четвертый год подряд. Каждый год наши военнослужащие успешно выступают. Вот если в прошлом году говорить, то мы только на одном курсе заняли пятое место. Участвовали в 17 конкурсах. На одном заняли пятое место, на одном – четвертый. На остальных – второе, третье место заняли. На трех конкурсах мы заняли первое место. География стран-участниц игр расширяется из года в год. Армейские игры сближают страны. Так государства могут теснее выстраивать военные и дипломатические отношения, перенимать опыт друг друга. К примеру, в танковом биатлоне из-за звания лучшего будут бороться военные из 22 государств. Хотя еще несколько лет назад в этом виде конкурса участвовали представители всего четырех стран. Танкисты наш уже шестой год участвуют на этих мероприятиях. Я скажу, что танкисты уверенно в тройки лидеров входят. В прошлом году заняли второе призовое место. Данная команда – основная масса. 60% – это участники прошлогодних соревнований. 40% – это уже новые экипажи. Поэтому экипажи наши готовы выполнить задачу, поставленную президентом Республики Казахстана и министром обороны. Танковый биатлон – один из самых популярных конкурсов соревнований. Именно с него начинается история игр. Вероятно, поэтому многие страны стремятся принять в них участие. В этом году в биатлоне участвуют страны-новички соревнований – Вьетнам, Мьянма, Сирия и ЮАР. На полосу препятствий вывели свои машины также танкисты из Вьетнама, Киргизии, Армении, Таджикистана, Белоруссии, Сербии, Ирана, России и Казахстана. В это же время на полигоне Алабина проходил еще один конкурс – полевая кухня. Хотелось бы сказать о самом конкурсе. Он проводится в три этапа. Первый этап – это огневая подготовка. Второй этап – это приготовление блюд горячих и выпечка хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре. На третьем этапе – это приготовление блюд и выпечка хлебобулочных изделий уже по утвержденной меню раскладки. А также предусмотрен мастер-класс. То есть во время открытия и закрытия армейских международных игр будет проводиться мастер-класс. Это демонстрация блюд национальной кухни, где мы будем показывать максимально большинство разнообразий блюд, которые у нас готовятся в Казахстане. В программе армейских игр конкурс «Полевая кухня» проходит с 2015 года. Но тогда представители нашей страны участвовали лишь в качестве наблюдателей. На следующий год казахстанские спортсмены заняли в кулинарном конкурсе третье место. Подготовку наша команда проходила на Ильинском полигоне в войсковой части 61993. За это время более 50 часов была проведена огневая подготовка. 36 часов – это практика по выпечке хлеба на гражданских комбинатах. Именно узнать особенности при выпечке хлеба. Почему? Потому что мы все прекрасно знаем, что производство муки, что в Казахстане, что в России, оно отличается по плейковине. Также 96 часов мы проводили у себя уже на полигоне, тоже хлеб выпекали. И более 90 часов это готовили пищу. Это военные соревнования, поэтому участники конкурса «Полевая кухня» не просто повара, а военные специалисты, которые также проходят службу в воинской части. В составе команды старший руководитель, тренер команды, два повара и два пекаря, группа технического обеспечения из двух человек и один переводчик. Соревнования «Полевая кухня» начались 28 июля, продлятся по 11 августа. Из продуктов, которые есть у нас, мы должны приготовить армейскую пищу. К примеру, надо сварить московский борщ на 20 человек. Все добавки и продукты в каждой порции должны соответствовать норме. Для приготовления еды двум поварам дается 4 часа. За это время надо успеть не только с готовкой, но и с оформлением. Для выпечки хлеба и булочек дается 6 часов. На стрельбу определенного времени нет, можешь стрелять, когда удобно, но баллы идут в зачет. Этот конкурс проводится в несколько этапов. Соревнования по огневой подготовке, по приготовлению пищи и выпечке хлебобулочных изделий, по произвольной рецептуре из набора продуктов, выдаваемых организаторами конкурса. Соревнования по приготовлению пищи и выпечки в соответствии с меню и рецептурой, определенной организаторами конкурса. Помимо этого, каждая команда должна приготовить национальное блюдо своей страны. На мастер-классе мы хотим показать свое гостеприимство, покажем гостям, как готовят мясо по-казахски. Это национальное блюдо и приготовим жайму. Некоторые народы не едят конину, ну а мы привезли ее с собой, чтобы попробовали все. В конкурсе участвуют 12 стран, их представители покажут мастер-класс. География и масштаб игр с каждым годом растут. Усложняется и программа соревнований. Но, как подчеркивают министры обороны стран-участниц, неизменным остается одно – дух мужества, благородства, товарищества и взаимовыручки военных из разных стран. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok